Приветствую вас. Для начала нужно определить симптомы. Это вообще самый главный момент. Понимаете? Как вы пишите, что вы себя потеряли, вы пишите, что у вас потеряли себя самого, а симптомы-то какие? Вот конкретно симптомы, они какие у вас? Что именно вы чувствуете, что именно вы ощущаете, как именно вы чувствуете, как именно вы ощущаете? Понимаете? Скажите, что очень важно. Потому что потеряли себя самого разными людьми могут идентифицироваться совершенно по-разному. Вот. И важно понять, что именно вы подразумеваете под этим термином, под этим словом, под этой вот позиции такой. Что конкретно вы подразумеваете под этим? Понимаете? Вот. Это первое. Да, это первый аспект. Это первый аспект. Аспект второй. Значит. Как правило, потеря себя самого происходит тогда, когда человек, значит, находится в отрыве от своих чувств. Вот так я бы сказал. Тоесть, нет. Когда человек не слышит себя сам. Когда человек просто, относится к себе, скажем так. Ну не очень позитивно. Правильно. Так вот, я бы сказал, я бы отметил это вот таким образом, то есть именно вот, ну именно в таком аспекте я бы это отметил. Ну вот, вот это именно вот позиция, ага, именно позиция человека, который себя, ну скажем так, не слушает, не доверяет, не доверяет себе. Вот. Вот это мне кажется важно. Это мне кажется, ну, как конкретный пример того, что вот собственно с нами происходит, да. То есть это опрыв от своих чувств, от своих желаний и соответственно нацеливание, нацеливание именно на позицию других людей. То есть когда, когда, например, вы, допустим, ориентируетесь исключительно только на других людей. Вот. И вот всё это как раз и создаёт такую проблему, с которой, ну в данном случае высталкиваетесь. Да. То есть проблемы, когда человек не слушает себя, теряет, ну, контакт с самим собой, с своими чувствами. Что это, и это безусловно неприемлемо. Это безусловно неприемлемо. Вот. Конечно. То есть, то есть как бы допускать, да, такое, допускать, допускать этого нельзя никак. Поэтому вам и плохо, и поэтому вам и кажется, что у вас есть проблемы. Именно по этой причине, потому что вы не удовлетворены. Вот. Именно потому что вы не удовлетворены, вам, ну, вам не комфортно. Вот. Ну, это, опять же, всё решается. То есть это, опять же, всё корректируется. Это, опять же, всё предправляетесь. Вот. Значит, давайте вы для начала прочитаете книгу, она называется «Практика по гистертерапии». Атор Федрик Перлс. Вот. Прочите эту книгу, она поможет вам войти немножечко в контакт с вашими чувствами. Чуть получше, чем это происходит сейчас. Вот. Ага, значит. Так что, вот, в принципе, начните... В книге? Да, начните с книг. А дальше уже, в принципе, я думаю, у вас либо пойдёт обратная связь, которую вам захочется выразить. Так или иначе. Вот. Либо вы заметите какие-то изменения, что позволит вам, опять же, ну, ну, как бы, перезнабрить то, что вы делаете сейчас. Вот. Вот, в принципе, то, что можно вам сказать. Ну, именно, опять же, исходя из того, что вы пишете. То есть, я понимаю, что возможно этого мало. Вот. Я понимаю, что этого недостаточно. Значит, ну, тем не менее, тем не менее, тем не менее, да, давайте, вот, как-то мы с вами всё-таки, всё-таки с чего-то начнём, да. Я не уверен, что у вас проблемы с психикой, скажу честно, да, вот, я не считаю, что у вас проблемы с психикой. Вот, я думаю, что, ну, да, вы просто запутались в себе, я думаю, что, ну, да, вы, если вы действительно привысли ориентироваться на других людей, то вам, конечно же, тяжело просто, потому что, ну, свои-то чувства вы подавляете, склонны, точнее, свои чувства подавлять. Вот. И поэтому вам кажется, что вот, 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 у вас какие-то проблемы. На самом деле нет. На самом деле нет. На самом деле нет. Нет. Именно с психикой. По крайней мере, на основании одного такого сообщения, да, сделать такой вывод не представляется возможной отлично. Никак. Вот. Поэтому я думаю, что лучшим вырядом для вас будет, скажу, работать с психологом, хотя бы пару консультаций, да, на практике как-чего, вот, и уже, соответственно, дальше двигаться, хотя бы будете четко знать, что с вами происходит. И не гадать. Вот. Значит. Отдельного вопроса заслуживает время, да, временной, временной период. То есть, грубо говоря, вот, как давно вы это чувствуете? Чувствуете? Вот. Как давно вы это ощущаете? Вот. Ага. И... Соответственно... Чувствуете? 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 То есть... Было ли так всегда? Вот. Эээ... У вас. Ну, спам... Было ли так всегда? Вот. Или это... Или... Ээээ... Вот. Или чего-то. От определенного момента только. Вот. И это будет очень важно, чтобы, ну... чтобы вы определили это тоже для себя. Вот. Понятно, да, о чем идет речь? Вот, на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ помог вам, хоть немножечко, понимаю, и сделаю повторю, понимаю, что этого недостаточно, вот, я отдаю себе в этом отсчет, прекрасно отдаю себе отсчет в том, что этого недостаточно, вот, но чего-то нажмем, наверное, давайте нажмем вот именно с этих моментов, а дальше уже посмотрим по ситуации. Хорошо. Значит, если у вас остались вопросы по моим ответам, пишите в личку, буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучше, лучше, а я вам желаю всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.